Концессионное соглашение о строительстве 4-го моста через Обь будет подписано 6 декабря. Об этом сегодня заявил министр транспорта Новосибирской области. Он уверен, что в системе Платон в течение следующего года будет аккумулирована необходимая для этого сумма. Кроме того, Анатолий Костылевский заявил, что в 2018-м Новосибирская область стоит первой в очереди на получение гранта из федерального бюджета. В целом же от системы Платон в Дорожный фонд России в этом году поступило почти 36 миллиардов рублей. С помощью Платона, напомню, собирают деньги с водителей-дальнобойщиков в качестве компенсации за вред, который грузовики наносят магистрали. Эти средства направляют на ремонт дорог в регионах. В этом году самый большой трансфер получили наши соседи, Омская область, 750 миллионов рублей. Какие именно участки магистрали нужно отремонтировать в первую очередь, определяют в том числе и сами водители грузовиков с помощью голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта. Карта убитых дорог». Впрочем, как отмечают организаторы проекта, новосибирские дальнобойщики пока не слишком активны. Ни одного участка в регионе не отметили. Зато обычные автомобилисты назвали 90 проблемных дорог протяженностью более 50 километров. В этом году в Новосибирской области в системе Платон зарегистрировались более 9 тысяч большегрузов. Однако по-прежнему много нелегальных перевозчиков, которые не платят налоги и сборы. Система Платона как раз и должна выявить вот таких вот перевозчиков, либо их заставить у ТИС рынка, а лучше, чтобы все-таки они все работали и перевозили грузы, и просто зарегистрировались и оплачивали. Потому что все налоги, которые поступают у нас, транспортный налог, акцизы, все штрафы по безопасности дорожного движения, они все в 100% объеме поступают в Дорожный фонд Новосибирской области. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.